Дагестан 99 лет государственности. Дагестан на неделе отметил очередную годовщину автономии республики. Преступность в три раза ниже, чем в среднем по России. Накануне министр внутренних дел поговорил об итогах работы ведомства с дагестанскими журналистами. Включил от травм физических, а получил душевную. Почему в виде обращения дагестанского врача так всколыхнуло интернет? Узнавали мои коллеги. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедович. Точка отчета нового этапа в дагестанской истории. 20 января исполнилось 99 лет нашей республики. Почти век прошел с тех пор, как дагестанские народы впервые обрели подлинное государственное единство. Декрет Всероссийского центрального исполкома советов задокументировал автономию, провозглашенную с дагестанским съездом 13 ноября 1920 года. В Государственном архиве Дагестана бережно собрано летопись тех событий, став лишь поворотными и определяющими судьбу республики. К страницам истории в прямом и переносном смысле прикоснулась Алина Багилова. 99 лет назад республика получила автономию в составе России. Впервые слово «дагестан» из понятия географического превратилось в политическое. Знаковым событием стало получение Ордена Трудового Красного Знамени. Им республику наградили за прокладку канала Октябрьской революции за 28 дней протяженностью 50 километров. Наш регион стал первым регионом в стране, удостоенным подобной наградой. Благодаря такому знаменательному событию дагестанские народы обрели новые исторические шансы, получили опыт государственного строительства, смогли в короткие сроки восстановить разрушенное в ходе гражданской войны сельское хозяйство, пройдя нелегкий путь промышленной революции. Образование республик Северного Кавказа было затяжным, поскольку здесь шел оккупационный режим Денихинских войск. Поэтому после освобождения Северного Кавказа встал вопрос и о провозглашении автономной республики у нас дагестанской. Провозглашение автономии дало Дагестану очень большие возможности в смысле продвижения экономики, восстановления народного хозяйства, разрушенного в годы гражданской войны. Первые годы республики последующие десятилетия были временем экономического подъема. В то время строились новые заводы и фабрики, реконструировались и оснащались современным оборудованием и техническими линиями старые предприятия. Также происходили масштабные преобразования на селе. В тот период также получили развитие образования, наука, культура и искусство. На сегодняшний день Дагестан – крупнейший регион Северного Кавказа и всего юга России, динамично развивающийся и имеющий самый высокий в стране показатель прироста населения. Для нас было лучшее в советское время. Что не хватает? Сейчас мы здесь воровство, воруют, обманывают друг друга. Вот такое. Ничего это не было. Мое поколение, ну вот что говорить, видно нынешнее и то. Те боялись глаза поднять, когда взрослые проходили. А сейчас идет, никакого нет уважения к старшим. Уже ясно и видно, что сравнение может быть. То были люди чести, слова, дела. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Министр внутренних дел Республики считает преждевременным открытие центральной площади столицы для проезда транспорта. Этим глава правоохранительного ведомства поделился на неделе на встрече с журналистами. В министерстве прошла пресс-конференция с участием представителей СМИ Республики. Абдурашид Магомедов представил отчет о проделанной работе за минувший год. Большой проблемой на сегодня остается незаконный оборот оружия и наркотиков. Хотя в целом тяжелое время для Дагестана миновало. Но за это пришлось заплатить высокую цену. За последние 10 лет в регионе погибло 370 сотрудников правоохранительной системы Республики. Среди них молодые ребята. И это очень серьезные потери для Дагестана. Благодаря полномерной работе силовиков сегодня вопрос с безопасностью в Республике уже не стоит так остро. Это правда, что в нашем регионе в три раза безопаснее, чем в целом по стране. На самом деле у нас народ не криминальный. И сам факт, что в полтора раза меньше преступлений регистрируется, чем в Северо-Кавказском федеральном округе. И в три раза меньше. И это идет не один, это не статистика одного года. Это десятилетие уже идет это все. И это подчеркивает о том, что не криминальный народ у нас. Как его хотят преподнести где-то. Я вам ответственно говорю. Я говорил об этом и в Народном собрании. Я говорил об этом и в прежних выступлениях. Вы знаете, преступление экономической направленности, расхищение бюджетных средств есть во всех субъектах Российской Федерации. Где-то больше, где-то меньше. И мы в этом плане не занимаем первое место в мире. Но несмотря на умеренно стабильную ситуацию с безопасностью в Дагестане, инициативу открытия центральной площади столицы для проезда транспорта в МВД пока не поддерживают. Уже все маршруты в течение десятилетий отработаны. Маршруты все ходят. Эту дорогу вы видели, именно проезжую часть сделали капитально. В случае необходимости она может быть использована как транспортный узел. Но в то же время мы, вот да, это позиция МВД, пока считаем, что преждевременно открывать эту дорогу. В силу разных обстоятельств, а вы знаете, какие это были обстоятельства. Здесь минометы государственные учреждения обстреливали. Разные были обстоятельства. Высказался Абдурашид Магомедов и по поводу извинений на камеру, которые регулярно публикуются на странице МВД и в других пабликах. Министр сказал, что если человек совершил правонарушение и хочет извиниться за это на камеру, то ему надо дать шанс. Но принуждать его делать это не нужно. Материнский капитал на первого ребенка можно будет оформить уже в марте или апреле этого года. Сумма выплат на первенца составит 466 тысяч рублей. Средства можно будет направить на покупку жилья и другие нужды, включенные в перечень программ. Напомним, что нововведение предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Глава государства также предложил начать осуществлять ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет. Выплаты на первого ребенка, обновленная программа маткапитала и помощь с ипотекой. Большие перемены коснулись миллионов россиян. Начислять материнский капитал на первенца в России начнут уже этой весной. Для многих, правда, осталось непонятным, как и в какой сумме будут выплачиваться деньги по новым правилам. Сумруд Гамидова расскажет по порядку. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. Алло, Карина, выходи за меня. Ну и что, что мы 6 лет не общались? Да я не пьяный, выходи за меня. Первая народная реакция на поручения Путина – это безобидные шутки в интернете. Как и в 2007 году, когда в России впервые ввели материнский капитал, люди иронично стали предлагать друг другу легко получить деньги. 616 тысяч за одного ребенка уже дают. Понял? У меня есть четкий план на этот год. Ну а если серьезно, для многих мам сообщение президента стало неожиданным сюрпризом со знаком «плюс». Как и в случае молодой мамочки Ирины. Родила дочку Полину она неделю назад. По мнению женщины, новая программа материнского капитала станет весомой поддержкой для молодых семей. Особенно при решении жилищной проблемы. Для молодежи это на самом деле шаг вперед в будущее, потому что очень сложно сейчас реализовать себя в плане жилищных условий. И, допустим, просто отложить денежку на малышку в дальнейшем. Ну, каждый по-разному. Ну, конечно, это отличная новость. Там, ну, и квартиру можно приобрести, и можно уже не переживать, где взять предначальный снос. То есть, своего рода как бы мотивация, да? Да, конечно. Причем даже серьезная. Я думаю, сейчас и рождаемость повысится. Ну а семье Гусейновых повезло вдвойне. Пару дней назад у них родились двойняшки – Магомед и Юсиф. Теперь Шаниса получит 616 тысяч рублей. Говорит, когда планировали детей и думать, не думали о каких-то субсидиях. Но такой бонус, несомненно, приятен. Пока не определились, конечно. Об этом пока не задумывались. Вот. Получим, иншала, уже в дальнейшем будет видно, известно уже, на что мы потратим. Вот. Там в основном как на улучшение жилищных условий, на образование детей. Опять-таки будет уже дальше видно. Новость хорошая, естественно. И обрадует любую мамочку. Ждать, пока ребенка исполнится три года, теперь не придется. Деньги выдадут сразу после рождения малыша. Для многих вопрос с выплатами остался не совсем ясным. На самом деле понять все просто. За рождение первенца – 466 тысяч рублей. За второго ребенка – еще 150 тысяч. Тем, кто планирует до 2026 года родить третьего малыша, государство поможет с погашением ипотеки. За семью будет выплачено банку 450 тысяч рублей. Ну а тем, кто получил сертификат еще несколько лет назад, но еще не успел его реализовать, в этом году положена уже проиндексированная сумма – более 460 тысяч рублей. Вот такая вот демографическая математика. Правда, некоторые эксперты говорят, что новые меры соцподдержки вряд ли способны вытащить Россию из сложной демографической ловушки. Поколение 90-х, на которые и нацелена новая программа, не слишком заинтересовано рожать первенцев ради денег. По мнению общественников, было бы эффективнее выдавать 460 тысяч рублей за второго ребенка, а 150 тысяч – за третьего, поскольку комплексное решение демографической проблемы видится ими именно в многодетности. Это как раз и есть стимулирование многодетности, потому что многодетная семья является основой того, что с нашей демографией хоть как-то ситуация будет выправляться. Когда рождается ребенок, понятно, что независимо от того, сколько детей в семье, на каждого ребенка необходимо нести расходы. Поэтому я считаю, что вот эта помощь, которая сначала была до полутора лет матери, матерям первенцев, потом до трех лет. И до семи лет должна распространяться на всех детей в семье. Люди, которые решили объединить себя союзом, конечно же, как мы предполагаем, хотя бы одного ребенка родят. А вот для того, чтобы они рожали второго, третьего, пятого, десятого ребенка, для этого, конечно, нужна поддержка. Но, несмотря на разные точки зрения по поводу того, насколько такая поддержка стимулирует семьи к рождению детей, в роддоме заметили, как только стали выплачивать мат-капитал на второго ребенка, рожать стали больше. Значит, есть эффект и динамика. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Накануне в администрации Махачкалы состоялась встреча мэра города с журналистами Дагестана. Пригласили и руководство нашего телеканала. Цель встречи – демонстрация информационной открытости городских властей и призыв к сотрудничеству. Кстати, на неделе информационный блок мэрии возглавил новый человек, Зайна Бальмирзаева, новый руководитель пресс-службы мэрии. Имеет большой опыт в работе по освещению столичной новостной повестки. Надеемся, что информационное поле столицы, традиционно являющееся одним из самых проблемных республики, ждут перемены к лучшему. Тем временем власти Махачкалы направят на ремонт улиц столицы 680 миллионов рублей. Деньги выделят в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Больше всего дорог отремонтируют в Кировском районе столицы. На ремонт 38 автодорог здесь потратят 312 миллионов рублей. Обновят автомобильные трассы и в других районах Махачкалы. Так в Ленинском районе будет проведен ремонт 19 дорог. Кроме того, на 67 участках заменят светофоры, дорожные знаки и информационные щиты. Накопил на поездку в хад самостоятельно. Герой нашего следующего сюжета – 10-летний мальчик. Четыре года назад его мама поехала в хад без него. Сначала мальчик расстроился, но потом превратил желание в цель и решил во что бы то ни стало посетить цветы и земли. Поставил перед собой задачу – собрать деньги на поездку. Об упорстве и целеустремленности расскажет Хамзанур Магомедов. «Ты копишь вот?» «Да, у нас копилочка есть, почти наполнилась». «Почти наполнилась? Ну, через два года как раз на фонте и поедешь, да?» «Молодец». На этом видео Саид Мухаммаду всего шесть лет. Разочарованный, что мама уехала в хад без него, твердо решил – через два года поедет с ней, а для этого накопить деньги, экономя на сладостях и игрушках. Мечта стала реальностью. Правда, не через два года, а через четыре. Целеустремленный мальчик ступил на святые земли Мекки и Медины. «Наконец-то моя мечта сбылась. Я накопил на хад. Умра. Всевышний Аллах мне помог осуществить мою мечту». На прошлой неделе мальчик вернулся домой. Он поделился своими впечатлениями. Саид Мухаммаду посчастливилось тронуть почитаемую Каабу и вдоволь напиться воды зам-зам. «Каждый день шел в мечеть. Аж оттуда ходить не хотелось. Хоть было холодно, хоть жарко было. Нравилось там посещать». Для поездки в паломничество подросток собрал 36 тысяч рублей. Конечно, ему в этом помогли родные и близкие, но больше всех поддержала мама. Она не планировала ехать с ним, но выпал удачный случай. «Получилось так, что у нас рядом с работой есть ресторан «Канак». И там розыгрыш выиграла я. И изначально я им говорила, нет, я не поеду. Потом как-то ему тоже скидку сделали и решила, почему не поеду. Я, конечно, поеду. Он тоже так долго хотел». Саид Мухаммад сейчас учится в четвертом классе. Получает хорошие отметки. Следующая цель нашего героя – большой хадж. Мало он уже совершил. А стать он хочет, повзрослев, профессиональным хирургом. Помогать людям – его любимые занятия. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Владимир Васильев призвал жителей Дагестана выдвигать проекты и озвучивать предложения по использованию гранта, превышающего 1 миллиард рублей, которые республика получила за эффективную организацию управления. Глава региона пообещал, что будут выбраны лучшие идеи, причем процедура отбора будет максимально открытой. В Минэкономике, которая отвечает за сбор предложений, уже подвели предварительные итоги, подано более 11 тысяч заявок. Благотворительный фонд «Инсан» призвал потратить федеральный грант на лечение больных детей бабочек и оснащение медицинского центра для них. Почему это настолько важно, расскажут мои коллеги. Одно неправильное движение и кожа с ребенком может сойти. Дети начинают страдать и мучаются от боли. Эта болезнь неизлечима. Она называется болезный эпидермолиз. Малышу нужен постоянный уход. Только на перевязочный материал уходит более 50 тысяч рублей в месяц. И это на одного ребенка. Очень большая просьба, чтобы обратили внимание на эту проблему. И просьба матерей, чтобы было такое место, куда можно было обратиться с болью, чтобы какую-то помощь оказала. Благотворительный фонд «Инсан» просит правительства помочь. На часть средств федерального гранта открыть медицинский центр. Пятиэтажное здание уже готово. Завершаются внутренние работы. Однако денег на оснащение специальным оборудованием нет. Поэтому мы предложили свое участие в освоении этих средств. Надеемся, что народ и руководство нашей республики поддержит нас в этом социальном важном проекте, а не только для нашей республики. Медучреждение позволит оказывать бесплатно всю необходимую помощь детям-бабочкам. Не нужно будет для этого выезжать за пределы республики. Эта клиника станет уникальным на Северном Кавказе. Она придаст силу уверенности не только больным детям, но в первую очередь родителям, которые годами оставались наедине с тяжелым недугом своих детей. Создание условий для тех, кому нужна неотложная помощь – залог процветания республики. Хамзанур Магомедов, Мусас Алгиреев, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Махачкала. Забота о воспитании детей стала одной из главных тем в недавнем послании главы государства к Федеральному собранию. Особое внимание при этом предложено обратить на увеличение оплаты труда классных руководителей. Трудно переоценить вклад этих педагогов в воспитание детей. Они сопровождают их от первого звонка до последнего урока. Давая путевку в жизнь. О судьбе учителя, отдавшего во всю жизнь школе и откликах благодарных учеников, в нашем сюжете. Преподавание – достойное занятие. Но достойно ли оцениваемое, учитывая невысокую заработную плату педагогов? На территории 40 регионов России преподаватели до сих пор имеют заработную плату в размере 15 тысяч рублей. А это чуть больше прожиточного минимума. Решение поднять зарплаты учителям в школу давно требовало воплощения в реальность. Но пока такой чести удостоились только классные руководители. Президентом страны Владимиром Путином было предложено доплачивать им за их деятельность. Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая постоянная, каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей – это огромная ответственность. И она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. За свои 30 лет преподавательской деятельности учитель русского языка и литературы Узьята Лидаева воспитала огромное количество учеников. Выбирая профессию педагога, она ставила перед собой цель внести вклад в воспитание подрастающего поколения. Быть учителем для нее – в первую очередь призвание. Но материальный вопрос, как и для любого человека, тоже немаловажен. Педагог, прежде всего, он оказывает на детей большое влияние своим примером, не пустыми словами, которые мы все время любим говорить, поучать. Потому что профессия учить, она предполагает, что все время детей чему-то учить. Но когда ты своим поведением, своим отношением это показываешь, то я думаю, что дети видят это прекрасно, когда слова не расходятся с делом. Это самое нужное и важное. То положение, в котором в нашем обществе оказался учитель, было, наверное, недопустимо. Недопустимо, потому что учитель, который отвечает за души детей, но он должен был, наверное, в обществе оказаться, наверное, не на последнем месте. И отсюда и завести. И сейчас, наверное, может быть, обратили внимание на наше образование. Может что-то изменится. Будем надеяться. Задача классного руководителя не только добиться от учеников положительной успеваемости, но и помочь им в личностном росте и выборе жизненного пути. На них больше ответственности. Им приходится решать больше задач. Соответственно, это требует дополнительного стимула. Ближе всего к ученикам их классные руководители. Это каждодневная работа, связанная с воспитанием и обучением. И это требует особой подготовки. Роль классного руководителя сегодня возведена на уровень государства. И я думаю, это очень важный аспект. Сегодня у этих школьников общий праздник. У классного руководителя день рождения. Поздравляйте! Поздравляйте! Для них она уже действительно стала второй мамой. За каждого переживает, за каждым следит, чтобы он не отставал в учебе. Узъята Лидаева на хорошем счету у руководства. Все ученики и их родители довольны ее методами преподавания. Для них она уже как родной человек. Это очень хороший педагог. Она умеет хорошо находить контакт с учениками. Умеет доносить до них основные мысли, идеи, которые она должна донести с учетом ее педагогического мастерства. Учитель не просто обучает детей. Он вкладывает в него всю свою энергию, всю свою доброту, всю свою силу. И это очень важно привести для страны, потому что не каждый может быть учителем. Необходима ли поддержка учителям со стороны государства, отказывать финансовую поддержку? Разумеется. Это очень важная профессия. Она должна поддерживаться, чтобы у людей был стимул учиться на педагога. Любой молодой человек рано или поздно становится перед выбором профессии. Многие ли из них в будущем захотят стать преподавателями, так как престиж профессии, какой бы благородной цель она ни имела, зависит в том числе и от ее оплаты. Решение вопроса целиком и полностью зависит от руководства страны. Первые шаги сделаны, и хочется надеяться, что и в дальнейшем увеличение зарплат учителям не снимут с повестки дня. Ведь посвятившие свою жизнь воспитанию подрастающего поколения люди должны иметь хорошую мотивацию. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского травматологического центра написал заявление об уходе после видеообращения, адресованного Минздраву Республики. Врач обратился с жалобой на условия работы. Наша съемочная группа попыталась выяснить причины и выслушала обе стороны конфликта. Сегодня он в родной больнице гость. Однако тут гостю совсем не рады. Заведующего отделением лучевой диагностики пропускают к рабочему месту. Но не сразу. Темнота и пыль. Маленькие помещения вместо порядоченного архива. Бумажная свалка. Именно эти кадры разлетелись ранее по соцсетям. Сопровождали они и видеообращение, адресованное к Минздраву Республики, где врач обратился с жалобой на условия работы. В больнице заявлению своего коллеги удивлены. Проблемы есть, но они решаются. Например, архив к приезду съемочной бригады уже перенесли. К сожалению, статистика такая, что 90% населения обслуживается на МРТ сегодня в республике, которые находятся в госучреждениях, на платной основе. Я знаю, я работал не только в этой больнице и в другой. Это такая статистика. Я в данный момент не знаю картину, которая происходит в других больницах, но на сегодняшний день в моей больнице происходит именно так. Это связано, скорее всего, с созданием искусственных очередей по непонятным для меня причинам. Значит, у нас со всей республики направляется население только в диагностический центр, в республиканский диагностический центр на Казбеково. И они вынуждены стоять в очередях по полгода. Тогда, когда есть оборудование в госучреждениях, когда можно перенаправлять и не создавать эти искусственные так называемые очередя. Последней каплей для Салима стало то, что современный мультиспиральный компьютерный томограф стоимостью около 50 миллионов рублей собираются устанавливать в узком помещении, в котором, по словам врача, в случае экстренных ситуаций невозможно будет развернуть даже каталку. Вот здесь, видите, эту стену. Эта стена... Эта стена при чём тут? Это не... Посмотрите, пожалуйста, сюда. Эта стена не несущая. Вот здесь, значит, до суда, это она идёт, не несущая стена. Её можно свести, и там тоже идёт вот такой же проём. Здесь можно поставить широкую дверь. Даже это они не рассматривают. 120 сантиметров должна быть входная дверь. Здесь 90 сантиметров. Здесь сюда каталка широкая не заедет. Больничный произвол или капризы врача. У главврача своя версия происходящего. Помещение для установки дорогостоящего томографа выбрал сам Салим, а предложение о расширении кабинета поступило в процессе ремонтных работ. К тому же место установки аппарата выбрано не случайно. Кабинет располагается на первом этаже, рядом с приёмным отделением, чтобы в случае необходимости максимально быстро провести обследование. Помещение уже готово. Проект согласован с компанией-поставщиком оборудования, специалисты которого и подготовили техническое задание. Приехали проектировщики фирмы «Филипс», которые поставщики этого оборудования. Посмотрели это помещение, другое помещение посмотрели. Они остановились на этом помещении, проектировщике. Есть проект, который согласован с этим. Два раза проектировщики приезжали. Замеры там были выполнены с участием Салима Леонидовича, принесшей. Практически все внутри работы завершили уже ремонтную работу к этому времени. Салим Магманович обратился, что эту стену надо вынести. Я ему сказал, я не могу просто, это же не просто так, захотел я вынести, не захотел, не вынести. Это же нечастное, это требует определённых процедур. Там же у нас находится приёмное отделение, рядом рентген-кабинет. Мы перенесли туда же УЗИ, чтобы это всё в комплекте в одном месте было. Экстремные поступают оттуда. Это всё рядом, под рукой, как говорится. Это же не мой каприз. Это же было, я опять-таки возвращаюсь, согласованным заведующим отделением. Он предложил, я опять-таки возвращаюсь в это помещение. Я с ним согласился, чтобы, раз у нас экстренные пациенты там поступают, чтобы туда-сюда не таскать пациенту, всё, что можно было сделать на месте. По словам взбунтовавшегося врача, этот томограф ждёт та же судьба, что и МРТ, на котором, по его словам, за пять предыдущих лет 90% исследований провели на платной основе, что принесло примерно 30 миллионов рублей. При этом министерство говорит обратное, отмечая, что в одну смену в данном отделении бесплатно по ОМС обследование проходит порядка 60 пациентов. Это 80% исследований. Какая из этих цифр соответствует действительности, разбирались и активисты ОНФ. По поводу именно установки этого аппарата. Здесь речь идёт о том, что Роспотребнадзор может не дать акт соответствия для проведения дальнейших работ. То есть, когда аппарат будет установлен, Роспотребнадзор может не принять это помещение и не разрешить работать на этом аппарате, потому как не будет соответствовать тем техническим условиям, которые были предъявлены. Главврач сегодня ссылается на то, что поставщик оборудования принял это помещение, техническое задание было одобрено, и ремонтные работы были проведены в соответствии с требованиями поставщика. Но, значит, я думаю так, что мы сегодня обратимся в Роспотребнадзор, чтобы они дали предварительное заключение, возможно ли установка аппарата и дальнейшая эксплуатация в тех условиях, которые на сегодняшний день созданы руководством больницы. Тем временем заведующий отделением лучевой диагностики Салим Халетов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сказать честно, я написал заявление об увольнении и, значит, заявляю, пока лично представители Минздрава и лично министр передо мной не извинятся за ту клевету, которую на меня навели, я его отзывать не собираюсь. Такое заявление подано уже заместителю главного врача, который исполняет обязанности главного врача. Спасибо. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Решение одной проблемы путем создания другой. Так можно описать ситуацию с каналом, проходящим через село Кокрек Хасавиртовского района. Он был очищен от мусора, но отходы так и остались неубранными с территории села. Жители муниципалитета полагают, что мусор может вновь попасть в канал, тем самым вызвав новый засор. А собственными силами проводить работы по очистке жителей села уже не в состоянии. Абдулла Алиев продолжит. Долгое время село Кокрек и соседние населенные пункты страдали от нехватки воды. Их водный канал был загрязнен настолько, что для отживительной влаги просто не оставалось места. В сентябре прошлого года канал был очищен. Стоит отметить, что за это жители благодарны. Но остался нерешенный вопрос с извлеченным из канала мусором. Он так и остался лежать рядом с руслом гидротехнического сооружения. Вот буквально недавно у нас вот эту канаву чистили. После чистки канавы здесь за собой не убрали. Вот такая проблема есть. Когда человек, люди выполняют свою работу, за собой обычно люди убираются. Жители села беспокоены, что неубранный мусор может свалиться обратно в канал. Тем самым вновь создав еще большую проблему для всех жителей. Они надеются, что ответственные за канал лица доделают до конца свою работу. Канаву почистили. Мы благодарны за эту работу. Вот смотрите, ну, частично кое-что и осталось. А так мусор, то, что сняли с канавы, бросили и испортили канаву, попортили. Вот смотрите, на территории канавы вот здесь мусор везде. Эти же дети наши купаются во время сезона, как вода будет в канаве. И они будут сбрасывать и опять же заполнять. Никто самовывозом не занимается. И населения нет у нас таких техник, чтобы их вывозить и делать. Несомненно, те или иные нерешенные проблемы есть в каждом поселении. Но в этом населенном пункте люди пока еще не теряют надежды, что в скором времени их наболевшие вопросы решатся в кратчайшие сроки. Абдулла Алиб, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, село Кокрек, Хасаиртовский район. Дербент не только узел ворот, но и гроза морей. Вот уже 25 лет боевой корабль на страже рубежей Каспийского моря. Знаменательную дату экипаж отметил на посту. С борта Дербента наш корреспондент Луиза Раджабова. Именно этот пограничный стражевой корабль носит название древнейшего города Дербент. Вот уже 25 лет он несет службу в акваториях Каспийского моря. Представляет интересы экономических границ и также охраняет биологические ресурсы. Корабль Дербент был спущен на воду судостроительной фирмой «Алмаз» в городе Санкт-Петербурге. В октябре 1995 года пополнил корабельно-катерный состав пограничного управления ФСБ России по республике Дагестан и приступил к охране морских рубежей на Каспийском море. За последние 4 года наш корабль три раза завоевывал кубок при практических артиллерийских стрельбах. Ивляется лучшим кораблем в артиллерийской подготовке среди кораблей пограничного управления. И если долг нас обязует вступить в морской бой с другим военным кораблем другого государства, то мне кажется, что его шансы будут равны нулю. Познакомиться с жизнью и бытом экипажа корабля прибыли и семьи пограничников. Разделить праздник со своим отцом пришел и маленький Кирилл. Пока муж следит за порядком в море, Мария поддерживает порядок в доме. Жена пограничника признается, быть замужем за моряком – ответственная задача. Конечно, тяжело и физически, и морально, тем более с ребенком. Но знаем, что у нас есть крепкое плечо, крепкая защита, надежная защита. И мы всегда ждем нашего папу и любим. Поздравить моряков-пограничников прибыл и глава города Дербент Хизря Бакаров. Мы очень рады, что в восторг Каспийского моря плавает корабль под названием Дербент. Так что вы тоже наши земляки. Можете приезжать к нам всеми, и мы всегда будем вас встречать с почестным. Поздравляю вас с 25-й годовщиной поднятия флага на корабле. Ура! 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 Ну, 25 лет – это немалая цифра. Немалая цифра, причем, для этого региона. Регион штормовой у нас. Я еще, наверное, раз повторюсь, что результаты службы этого корабля, оперативно-служебной деятельности, они очень высокие. Экипаж не просто так занял первое место. Есть у нас цифры по задержанию нарушителей, есть цифры по выполнению задач боевой подготовки очень хорошие. То есть результаты – это на фоне всех остальных кораблей все-таки первое место по стрельбе, это тоже достаточно серьезно. Вот уже 25 лет пограничный сторожевой корабль «Дербент» несет службу в акватории Каспийского моря и выполняет задачи по охране морских, биологических ресурсов и экономических интересов России, задерживать нарушителей государственной границы страны. Все эти годы сотрудники именного корабля гордятся тем, что Родина доверила им эту непростую службу и с честью несут боевую вахту. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. Выставка «Пунктиры памяти» открылась в Национальном музее республики. Виды, пейзажи, ландшафты, исторические места Дагестана конца 19-го и начала 20-го веков – все это смогли увидеть присутствующие на старинных фотографиях и фототипии из фондов музеев и частных собраний. В познавательное путешествие в прошлое Дагестана через ретроспективы фотографий погрузились и мои коллеги. Мне хотелось просто показать, знаете, очень разновекторно, то есть максимально раскрыть, вот знаете, как изнутри взять и вот так вот раскрыть этот букет под названием Дагестан, показать каждый листик, каждое дерево, каждую тропинку, те места, половина вещей, половина строений, половина объектов, которые вы здесь видите, их не существует. В нем собраны фотографии, очень редкие, собраны фотографии Дагестана, очень разного. Его можно, условно, выставка можно подделить на такие разделы, как открытые храмы, места силы, крепости и оборонительные сооружения, исторические места, природные памятники. Почти вся выставка представлена в черно-белом формате. На фотографиях остановлены мгновения истории. Заброшенные аулы, древние святыни, места военных действий, кладбище шахидов и много других ценных фотографий, на которых запечатлены знаковые исторические события. Она посвящена последнему дню штурма аула Хульго, 22 августа 1839 года, когда все-таки штурмом это укрепление, вот это вот было взято. 80 дней держали оборону царские войска, небольшой отряд, возглавивший Шамильон, находился здесь и удерживали 80 дней. Что такое 80 дней для лета в горах, это вот кто знает, тот поймет. Перед нами два вида одного и того же места. Это кладбище, которое называется кладбище шахидов. Она находится в селе Негимры. Она привлекает сюда внимание всех своими необычными стеллами надмогильными. И здесь похоронены все те, кто сражался в период Кавказской войны. На территории Дагестана находится более 8 тысяч культурных и исторических памятников. Подобные мероприятия – это уникальная возможность окунуться в прошлое, увидеть его через призму фотографий, будто бы проходя по легендарным местам, овеянным трагической славой. Такая ниша какая-то, куда складываются надмогильные стелы, которые находятся в округе и на дороге. Они все христианские. Вот, пожалуй, одна из самых известных рукотворных достопримечательностей Дагестана – черкейская ГЭС. Давшая название плотине «Большое село» вместе со своей самобытной историей, как Атлантида, осталась теперь на дне огромного водохранилища. Под толщей воды оказалась погребена память многих поколений. И вот это Черкей в предгорьях, недоище до Буинагска, крупное село. Там был большой минарет, мечеть, очень зажиточно жили люди. Сейчас вот, куда все ездят, Слакский конец, Слакский конец, вы не понимаете, что вы по могилам-то катаетесь. Вот, фактически. Потому что ушло не только село, ушло это древнее кладбище. Ушли археологические захоронения огромные. Алина Багило, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». И в завершение о спорте, на проходящем в Красноярске гран-при Иван Ярыгин по вольной борьбе, определились обладатели первых золотых наград. С чемпионами поговорил мой коллега Курбан Рагимов. Он расскажет, как развивались события на турнире. Именно этот эпизод за пару секунд до финального свистка решил судьбу золота в весе до 65 килограммов. Ставший открытием турнира 20-летний Курбан Шираев сотворил главную сенсацию Ярыгинского. Хасимиртовец вырвал победу в схватке с олимпийским чемпионом Сосланом Рамоновым. Уступая по качеству балла, он и его тренер Махмуд Магомедов до последнего верили в свои силы. Я очень сильно верил, конечно же, очень сильно хотел выиграть тоже. Думал, сейчас сделай, сейчас сделай атаку, и как выйти в конце, ахамбулля, получилось. Мы до этого сегодня встречались на Аланах, и я уже прочувствовал его, знал как-то, что он, ну, уже знал, что будет нелегко, конечно же, до конца боролся, выложился. И, конечно, это большое для него, это большое событие, что он выиграл такой турнир, выиграл в финале такой схватке олимпийского чемпиона, обыграл его тактически, где-то поймал, обхитрил. Это большой плюс. Но с этим плюсом и дальше надо работать, дальше надо еще больше улучшать. Дальше будет все сложнее, и поэтому надо еще больше работать. После финала в категории до 79 килограммов Дагестан однозначно выходил в лидеры общего зачета. Все это потому, что золотую медаль, как и в прошлом году, оспаривали воспитанники училища Олимпийского резерва. Активно прогрессирующий Магомед Рамазанов оказался сегодня удачливее призера чемпионата мира Ахмеда Гаджимагамедова, который вернулся на ковер после почти годичного простоя. В этой же категории бронза у еще одного фасовертовца Халила Аминова. Тяжело было проводить свои коронные приемы, не то же корон, даже которые более-менее умею. Хотел провести проходы, нирки, но у него такая своеобразная тактика ведения борьбы. Вот этот актив, можно сказать, спас, да, дал мне возможность выиграть. То есть желание. Да, желание и вот этот напор, можно сказать. Хотя он сильно удивил, столько места не соревноваться, ну, не выступать, имеется в виду на соревнованиях. И вот так выступить, выйти в финал и, можно сказать, в функциональном плане он держался. Наверное, все характер, дух. В дивизионе тяжеловесов Дагестан остался без золота, лишь бронза в этом весе на счету у дебютанта Шамиля Шарипова. Сегодня в дневном блоке соревнований стали известны имена финалистов в оставшихся четырех категориях. В наиболее конкурентном российском весе до 74 килограммов лучше всех себя провели вольники из Дагестана Магомед Расул Газимагомедов и Розамбек Жамалов. Они оба прошли с серьезных соперников. Газимагомедов взял верх над фаворитом турнира из Алании Хетиком Цаболовым, а Жамалов поочередно одолел крепкого Тимура Бежоева и чемпиона мира Магомеда Курбаналиева. Победитель этой пары, вероятно, будет претендовать на место в олимпийской сборной. В трех весах зрителей ждет классическое противостояние школ борьбы Дагестана и Алании. Сегодня Ажидама до финала дошел Даурен Куруглиев. Махачкалинцу из спортшколы имени Садулаева в очередной раз предстоит оспаривать статус первого номера сборной России в схватке против Артура Найфонова. А в категории до 92 и 97 килограммов на золотые медали будут претендовать «Динамовцы» Алихан Жабраилов и Магомедхан Магомедов. Финальные встречи заключительного дня пройдут завтра после 10 утра по московскому времени. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова